В общем, берем скрипку, да, гриф у нас параллельно полу, смотрим, чтобы он был параллельно полу. Смычок как-нибудь пока берем, мы еще не умеем. Мы находим точку равновесия на нем, вот, и на эту точку равновесия мы его ставим на реструну. Вот, ставим на реструну и смотрим, в середине где-то между подставочкой и грифом. Вот, смотрим, где большой палец. Большой палец у нас должен оказаться в начале кожицы. Вот здесь вот в начале, даже кожица здесь со временем стирается в начале, потому что постоянно здесь большой палец. Вот, большой палец здесь. Вот, придерживайте здесь смычок, но не за волос, а за трость. Средний палец кольцом сверху. Ну, это, наверное, вы не один мой урок смотрите, много других уроков, и все говорят кольцо сверху. Но, на самом деле, вот, вы потрясли рукой, свободно жали кулак, посмотрели, где ваш большой палец. У некоторых людей он больше сюда входит, у некоторых сюда. Вот, в естественном положении, где ваш большой палец, там он и находится на смычке. То есть, где ваш указательный палец, я имею в виду естественное положение. Вот, как он оказался, большой палец, напротив какого, так он и окажется у нас на смычке. Вот, положили, значит, указательный средний. Путаю пальцы. Большой, средний. И кладем указательный. Где безымянный особо не имеет значения, главное, чтобы не было дискомфорта, да? Важно, где мизинец у нас. В общем, указательный на чуть большем расстоянии от среднего пальца у нас, чем безымянный. Безымянный поближе, указательный чуть подальше. Ему нужна больше свобода для контроля. Вот, мизинец. Эта часть смычка всегда граненая, да? Вы замечали, даже если у вас круглая трость, все равно вот эта часть всегда граненая, потому что здесь мизинец опирается на грань. И вот в учебном таком положении он у нас будет опираться, ну, может быть, сейчас, пока первый урок, не на верхнюю грань, вот если вы возьмете, да, а на ту, которая чуть ближе к вам. Вот вы его кладете, и грань ближе к вам. Вот. То есть, мячок отклоняем от себя. Поворачиваем вот на точке равновесия, чуть-чуть от себя наклоню. Для чего мы наклоняем? Чтобы он не амортизировал слишком сильно. Если он вертикально, его трудно контролировать. Он прыгает, скачет все время, ну, как вот рессоры в машинах. Я не знаю, не сильно в машинах разбираюсь, но там, так понимаю, чтобы вот не скакало тоже что-то такое есть. В общем, наклоняем, и вот он пока что у нас вообще не требует никаких усилий. Он лежит, его можно вообще оставить, и он практически сам лежит. Чуть-чуть его придерживать надо, чтобы он так не упал. Вот, проверили пальцы. Снизу большой, круглый. Мизинец вот в этом именно месте. Ну, тоже все пальцы здесь круглые. И можем поделать такое упражнение. Отпустить, допустим, указательный, указательный со средним. Потом отпустить вот эти три пальца. Попробовать, насколько у нас вот свободно это все. Вот, потом. Большой не отпускаем, потому что, если мы его отпустим, по-любому смычок упадет. Да, вот так поделали, так поделали. И теперь можем попробовать. Вот он лежит на струне у нас. Мы поставили хорошо мизинчик на грань. То есть, чтобы не между гранями, чтобы он точно стоял. И вот так подняли, как рычаг, как подъемный кран. Я детям говорю, что подъемный кран с такой сработал. Хоп! И опять упал на струну смычок. Почувствовали его вес. Теперь немножечко поводим. Смычком. Вот, да, такой звук. Сначала у меня еще электроскрипка не сильно будет скрипеть. Если у вас акустическая скрипка, будет скрипеть сильней. В общем, повели. Немножечко. Буквально 5 сантиметров вниз. Плюс 5 сантиметров вверх. Поводили. Теперь без остановки попробуем то же самое. Вот, есть много упражнений. Там паучки. Это все вы можете посмотреть, да, поделать. Это все полезно. Очень... Рычаги вот эти вот. Это все очень нужно. Нам нужно тренировать, да, мизинец. Вот, делать отдельное упражнение. Но все-таки начинать, я считаю, надо со струны. Потому что если у нас изначально в голове смычок в руке держится, как бы первая вот реакция, то он все равно придется разжимать со временем руку, потому что рука привыкла его держать и хватать. Если идет, если же идет у нас в голове первая мысль о том, что смычок, он на струне, то легата в начале будет, ну, будет, мне кажется, красивее. Вот сколько я видела детей, которые учатся так и так. То есть легче научить ребенка или взрослого поднимать смычок от струны и со временем какие-то штрихи делать, если он у него полежит на струне. Если смычок в руке, то расслабить и положить, научить ребенка или взрослого потом сложно. То есть если я учу, что, ну да, смычок вот мы берем, потом начинаем играть, вот он всегда вот так вот скачет и прыгает. Вот, ну, и так, все то же самое, положили, проверили, так, он на серединке здесь, здесь у нас на центре тяжести, большой, около кожицы, остальные пальцы лежат и немножко поводили. Потом по соль струне то же самое. По ре струне, ну, ля, извините. Ну, следующее видео уже про упражнения, больше про упражнения для смычка.